Продолжение следует... 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 И с Иисусом Христом, и друг с другом. Это очень важно. Пусть имя будет на этом месте прославлено. Ему честь и слава, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Молимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Каждое мышление наше Церковь. Мы просим, паси нас. Питай нас. Боже, напаяй нас. Живую водой. Боже, ты покрываешь Пусть имя Твоё будет возвеличено. И дабы каждая душа могла похлоняться Тебе, живому Богу, Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Мы поём псалом «Возвожу очи моих горам». Общим пением. Потом хор. Возвожу очи моих горам, Откуда приедет помощь моя? Аминь. 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 Помощь моя от Господа Сотвори всего небо и землю Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Не даст он поколеваться на ве Твоей Не возле кранящих я Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Господь будет охранять Выхождение Твое Ихождение Твое Отныне и вовек Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Выхождение Твое Аллилуйя, Аллилуйя Ихождение Твое Ихождение Твое Ихождение Твое Поклоняй Поклоняйся Отцу и Сыну Ихождение Твое Ихождение Твое Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Він оправдав, Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, 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 пред лица Твое Святое Боже. Отче Небесный, мы схиляемся перед Тобою с благовением и трепетом, Ава, Отче, ибо Ты есть истинный и живой Бог, Бог, который превыше всего, который управляет всем. Отче, мы дякуем Тобе и славим Твое Святое Имея. И ныне на этом месте, Боже, мы собраны по великой милосте и любови Твоей. Мы с подякой схиляемся, Боже, пред лицем Твоим Святым, Боже. Мы недостойны, Боже, но Ты по великой любови своей явил милість нам, Боже, Ты прикликал до себе, Боже, через кров пролиту на Голгофі, Боже, Ты дав очищение и освящение, Боже, Ты назвал нас народом своим, Боже, мы радуемо цему, Боже. Мы радуемо Твоей присутности на цьому месту. Мы радуемо, что Ты, вечный, прославленный Бог, называешь нас детьми своими. Это велика милість от Тебе. Слава Тебе, Боже, хвала и поклонение. Отче Небесный, мы прагнемо Твого благословения, Боже. Мы прагнемо Твоей дии на цьому месту, Господи. Мы прагнемо, Господи, идти за Тобою. Ты є пастор добрий, Ава Отче, Господи. Наповни, Боже, наповни это место своей присутностью, Ава Отче. Наповни каждое сердце и каждую душу собою, Ава Отче, Духом Святым, Боже, чтобы это собрание, Боже, в имя Иисуса Христа было в душу Святому, Ава Отче. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Христос, поклонение Тебе вечно и живому Богу. Благослови народ Твій на цьому місті, Господи. Благослови поющих, благослови молящихся, Боже, благослови всіх, Господи, хто пред лицем Твоим Святим, Боже, а особливо, Господи, я прошу, Боже, благослови братів, через яких Ти будеш говорити, Боже, через яких Ти будеш, Господи, взращивать наследие свое, Ава Отче. Приготуй, Господи, серця наші прийняти зерно Твоє, зерно правди, слово живе і діяльне. Ми в покорі схиляємось перед Тобою, Боже, і прагнемо, Господи, в радості Боже, в радості небесній, Боже, з Тобою розділити це спілкування. Тобі слава, тобі хвала, наш вічний живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, хвешт на неї, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам про вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас з покусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Твої амінь. Амінь. Міре был у нас, мір оставил нам, шалом, шалом, шалом. Не от мира дар, не от мира мир, шалом, шалом, шалом. Міре реки, калом, шалом, шалом? Мен STRAN Победит сердце мир. Шалом! Он ущел от нас, он вернется, шалом, шалом! Он ущел от нас, он ущел от нас, шалом, шалом, шалом! Мои заветы с вами, не забывайте их! Бедок и волен, они поддержат вас на пути! Мир был у нас, мир оставил нам шалом! 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 Будет знаний он до конца времен! Шалом! 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 Будь превознесен выше небес! Боже! И над всею землею да будет слава Твоя! Неизмеримый, совершенный Бог, неописуемый, извечный! Ты недоступна, Господи высок! И дивной славою увенчан! Могущество перед лицом Твоим! Величие в Твоем жилище! Все в мире движется Тобой одним! Твою премудрость не постишь мне! Ты помещаешь звезды в небесах, И каждой Ты даешь названия! Ты шествуешь с высот на облаках, Даешь творению дыхания! Ты удивительный, великий Бог! Твои пути неисследимы! Кто в мире изъяснить Твой разум мог? Мы все одни Тобой хранимы! Всесильный и таинственный Творец! Ты царствуешь во всей вселенной! Тебе звучит вовек хвала небес! И льются всюду песнопения! Я восхищаюсь, Господи, Тобой! Прекрасны все Твои творения! Ты мне даруешь радость и покой! Ты помощь мне и утешение! Нет, Господи, подобного Тебе! Могущественного Твое имя! Весь мир находится в Твоей руке! Твоя любовь к нам негасима! Ничто на свете не похитит нас И с крепкой, и надежной дланей! Пока мы с Богом всякий день и час, Пока Его мы жизнью славим! Превознесенный, могущий Бог! Тебя не описать словами! Как Ты величественный! Как Ты висок! Прекрасен Ты! Благословенный Ты, Господь! Недосягаемый, незримый! Да познают все народы, Господи, Тебя! И преклонят при Тобою все колени! Воздавая славу лишь Тебе! Мой Царь Царей! Господь Ты мой Спаситель! Аминь! 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 Продолжение следует... 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 Такие слова... Продолжение следует... 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 Господь, пролитую за нас, 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. онука Вениамина, якому Господь даровал сегодня три года. Прошу, чтобы Господь благословил его все життя его и полностью управлял ним, сестра Люба. Братья и сестры, у кого еще есть нужды, скажите, пожалуйста, и мы будем молиться. За детей, за освобождение Саша Сережа, сестра просит. И за исцеление. За духовный стан сестры. За духовный стан сестры. За Славутич город и за общение там и за спасение с дочкой. Да, пожалуйста. За дочку Наде Ерофеевой, которая в реанимации. Слава Богу, благодарение Господу, сестра Таисия. За маму и за вас, сестра. За спасение наших родных от всякой зависимости. Чуть громче, брат. За жену Нелю пусть Господь помилует и благословит. Еще, пожалуйста. Виталий Ксаволе просит, чтобы за маму и за исцеление помолились. Законова Новосельгея просит. Позвонил, передавал привет. Он заболел, у него бронхит. Помолиться за меня. Законова Новосельгея просит. А что с Пашей? Иди, Паша. Слава Богу. За Пашу благодарение. За спасение родных и близких. Чуть громче, брат. Слава Богу. Благодарение, пожалуйста. Да, попросим операцию во вторник, чтобы Господь помог. И за всех старцев и стариц наших, чтобы Господь явил милость, благодать, подкрепил. Кого надо, приготовил. Кого надо, исцелил. Пусть Господь благословит. Еще, пожалуйста. Брат Миша просит за дорогу. С ним брат Коля и сестра Ксения. Они приехали сюда. Делают очень много Божьих дел. Здесь на Украине. Они сами с Америки. Но он еще скажет, может, об этом. Просил, чтобы церковь помолилась за благословенную дорогу назад. Они будут уезжать во вторник, да? Во вторник будут уезжать. И, братья и сестры, я прошу также помолиться. Мне сегодня надо уехать в Одессу. И до вторника мне надо сделать очень много там работы по служению. Поэтому тоже поддержите в молитве, чтобы и в дороге Бог сохранил, и там, и в порту, и везде, где буду, чтобы Господь дал возможность явиться славе Его. И чтобы я тоже мог там служить. Молимся за спасение родных и близких. За освобождение от всякой зависимости. За всех наших, кто есть блудные сыновья, дочеря, чтобы Господь вернул. С нами нет сейчас Ростислава. Он приболел. Помолимся, чтобы Господь его исцелил. Лена уже, я видел, пришла, а Ростислав приболел. Помолимся, чтобы Бог исцелил. Помолимся за нашу молодежь, за воскресную школу подростков. Помолимся за учеников, которые учатся в миссионерской школе, это будущие декана, пастыря, епископа. Пусть Господь благословит, употребляет. И сестер наших, не мощнейшие сосуды, но сейчас они учатся, как быть мощнейшими сосудами. Пусть Бог благословит. За Израиль. Будем молиться за Израиль. Там тоже сейчас непростая обстановка. И, братья и сестры, мы не оставляем молитвы за Украину. Как говорил Самоил, а я не допущу себе греха перестать молиться за Израиль. Так и нам надо не допустить себе греха, чтобы мы каждый день имели молитву за Украину. Каждый день. Чтобы Господь благословил, помиловал, дал покаяние народу, начальство благословил, власти. Чтобы не чрезмерно обогащались, а народу служили для славы Божьей. И чтобы прекратилась та безумная война, на которой погибают души. Чтобы спасались души. Молимся, братья и сестры. Приглашаю к молитве, пожалуйста. И привет, Михаил. Слава тебе, Иисус. Хвала тебе. Честь, величие. Бог живой. Сегодня много благодарений есть Божий, потому что кровь твоя сильна. В народе твоем ты творишь милость твою и благодать. Поэтому прежде всего прими благодарение из каждой души Божьей Святой. И перед тобою, Божьей, все эти нужды. Все, которые сказаны. Все, которые записаны. Божьей Святой, просим и молим тебя. Яви милость твою. Защити детей твоих. Дай освобождение тем, кто в рабстве Божьей Святой. Дай покаяние тем, кто нуждается в покаянии. Бог живой. Яви милость твою там, где ослабели руки и ноги, Господи. И подкрепи такие души. Укрепи наших старцев и стариц, Господи. Укрепи, Божий Святой. На долю молодежи выпало много испытаний и много искушений. А мы просим тебя, подкрепи молодежь. Подкрепи их в крепости пусть будут. Пусть любят Слово Божье. Молитву народ Божий во имя Иисуса Христа. Благослови студентов наших, Господи. Благослови, Божий Святой. Во имя Иисуса Христа просим и молим тебя, Господи. А воочи деток наших благослови. Учителей воскресной школы благослови, чтобы мудрость была, сила, Господи. Семьи, дома наши благослови. Мы нуждаемся в Твоем благословении. Просим мира Иерусалиму. Благословляем Израиля, Божий Святой. Во имя Иисуса Христа. Да откроется им Мессия, Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос, посланный для спасения каждой души на этой земле, Божий Святой. И Ты знаешь, как и когда это сделать. А воочи, Отец наш и Бог нас, мы обращаемся к Тебе за землю нашу, за народ наш. Благослови Украину, Господи. Дай покаяние народу нашему, Господи. Чтобы больше уповали на Тебя, чтобы покаялся народ, чтобы покаялись правители, Господи, чтобы заботились о народе. Боже Святой, мы благословляем землю нашу и народ наш, чтобы было покаяние, Господи, во имя Иисуса Христа. И пусть, Господь, прекратится эта безумная война, когда убивают друг друга, просим Тебя. Пусть не строят эти блиндажи и окопы, пусть строят лучше дома молитвы для покаянных и спасенных душ, Господи. Просим и молим Тебя, прости нам грехи наши, Господи, и помилуй Украину, и яви благодать Твою, Божия, обильную для народа нашего, чтобы было пробуждение по всей земле во имя Иисуса Христа. Просим и молим Тебя, в руки Твои все отдаем, Ты Бог наш, Ты знаешь, как это сделать, а мы в вере молимся и уповаем на Тебя. Будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Прошу вас, братья и сестры, кто привез привет и передайте. Брат Миша, представьтесь, скажите. Мирва, я молодший брат, сестры Ани. Живу уже 20 лет в Америке, або это мой швагро, так простой, что может для вас будет зрозуміло. Живу в Америке 20 лет, и Бог дав такую чудовую возможность займаться допомогою, гуманитарной допомогой, медичным обладнанием. И Борис Підгаяцкий, кто знает его, это мой тоже швагро, або человек моей сестры. Ранее он ездил на миссионерские служения, но когда он уже стал служителем, Бог его так определил уже на месте, его не имеет таких возможностей ездить. Бог открыл мне. Сейчас я езжу, занимаюсь гуманитарной допомогой, открыли миссию. Хочем у вас тут открыть филиал и помогать людям, обездоленным, сиротам, каликам, особенно те, которые лежат. Мы имеем медицинские ляшки, коляски, костыли, перевязываем много материалов, что даже очень необходимо. Вы знаете, побывавши в пятницу в Ожоговом центре, это в Дарнице, побачивши те условия, которые склались в Украине, вы знаете, мне очень прикро, мне очень прикро, как брат Саша, я с ним уже по телефону трошки ранее познакомился, будем с ним співпрацювать. Мы хотим, чтобы он працювал от нашей миссии, помогал нам. Казалось бы, должны допомогать, а они нам ставят перепони, поэтому он просит в молитве, это наше загальное дело, чтобы Бог благословлялся в папере. Мы думали, что будет набагато простейше и легче, у нас процесс оформления паперов очень затягнулся, молиться за это, потому что люди очень потребуют, проехавши Закарпатскую, Львівскую, Ривненскую, Волинскую, и так стало, что я остался тут, а мой партнер с дружиной, они поехали еще в Сумскую область, подивиться, мы взбрали информацию, адресы, лекарни, сиротинцы, кому чем можем допомогти. И наши люди, знаете, они стараются допомогать вам, понимая вашу обстановку, ваше положение, как это все необходимое. А когда, знаете, Ксения сказала так, то, что я рассказывал ранее, что люди, потому что я прошлого лета приезжал, проведал, и на данный момент два контейнера тут, то, что ты рассказывал, то, что ты показывал по видео, ну, вы знаете, это 10-15, ну, максимум 20% ты можешь что-то освоить, что ты что делаешь, что людям нужно, или какая потреба у людей. И, проехавши на этот момент, там, где я был раньше, провез их там, показал им ТСФ, что в других местах домовились, мали зустрічей, она говорит, что это совсем открывает другую картину, совсем друге бачение, совсем другие погляди и желания. И, поэтому, принимайте привет из нашей церкви, мисто Клилин, штат Огайо, для того, чтобы что-то отправить, нам необходимы гроши. Приблизно до 15 тысяч нам нужно отправить один контейнер, потому что мы это обладнание, оно уже вживано, но мы за него платим 8,5 тысяч, тоже входят в контейнер, плюс отправка, плюс другие расходы, и так в среднем. Поэтому я езжу по церквам, вертаюсь до людей, с листами прохания, с видео, показываю, какая потреба тут, и люди жертвуют, и у нас такая спильная работа. Сейчас брат Микола занялся отправкой, он будет замениться оформлением паперов, будет с братом Сашей, они будут общаться. Я буду перейдеть больше на то, чтобы добывать гроши, ездить по церквам, и набывать все медичное обладнание, потому что там просто треба ездить частейше, потому что это не есть склад, который ты пришел и купил. Там, например, это тоже пожертвование. В лекарне они жертвуют, дают, и им списывают на податок, то они вроде как дают какую-то часть, что оно может списать. То это всем выгодно, вроде без дать, и ты еще что-то отримаешь, что ты можешь там свой прибуток списать. И мы уже тогда приходим, говорим, что это, 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 мы хотим это взять. И они нам тогда отложивают, и мы, когда мы собираем целый контейнер, уже ордер закончился, мы его загрузили и отправляем вам. На протяжении двух месяцев оно сюда приходит, и так на протяжении трех месяцев оно уже пребывает в месте предназначения, когда оно идет. Так что привет от нашей церкви, щиро, горячо, от цих церков, где я ездил, от Бориса Педагетского и его дружины, и детей. И от их церкви я общался, я маю там очень тесный звездок, приемные обстоятельства. Дети Божьи вас любят, турбуются за вас, переживают, молятся. Когда у вас была война, у нас она тоже была, она была духовная настоящая война. Люди от того компьютера или телевизора не выходили, просто ездят, и дивятся, ездят, бежат на работу, приходят, снова включают, новины включают, смотрят на стихи, это было переживание, я просто в мене очень тяжело передать, не знаю, что родит завтра день, сегодня убили стихи, завтра убили стихи. Я вас понимаю, как никто и не знаю, что это такое, переживаем так заст, тому мы и стараемся, чтобы чему-то помочь, быть в общей работе Божией. И прошу, очень прошу, молиться, потому что враг не спит и не дримает, настав последний час, тяжкий час, особенно для молодежи, очень много успехов. Молодь такая, знаете, она любит немного это, что есть в мире, очень сучасная, мать все хорошая, все чудовая, все. Но Христос сказал так, когда сделали одному из меньших, то сделали мне. Я хотел, чтобы вы это понимали, что мы не делаем, я не делаю вам, я не делаю для вас, а еще для кого-то. Потому что я считаю, что я делаю для самого Господа. Это мой прямой обязан, как приймать участие в этом, в вспоминке, так же самое. Потому что для того, чтобы поверить, не нужно дела. Но когда ты поверил, то твоя вера без дел мертвая, она мает чему-то подтвердиться. Нагорода – это уже потом, но если твоя вера не подтверждается делами, то то не есть вера. Можно ходить до церкви, можно сказать, что я молюсь, можно еще и гроши давать, и все, и скажу, что не твоим именем. Не просто ходили до церкви, не просто пожертвовали, не просто провели, что-то такое. А великое чудеса, исцеление, и все остальное было у этих людей. Но он придет и говорит, что я никогда не знал вас. Потому что, а чему? Да не сделаю одному из меньших. Мы можем кому-то, 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 еще кому-то. Но Бог хочет, чтобы мы турбовали один за одного, пикловалися. Я вам щиро дякую за увагу. Извините, что я вас трошки затяну, у вас и так уже зібрание. Так что у нас тоже, в принципе, я в такой же церкви находлюсь, такого самого плана. У нас тоже так обычно 15, 20, до пів години зібрання затриматься. То уже как в норму вийшло. Так что я розумію, что вы уже так привыкли до этого. Хай вас Бог грязно благословит, помолиться за нашу дорогу. И дякую за увагу. Я говорю, что это украинцы, которые поехали из Украины, а Украина у них лишилась в сердце. И они помогают. И даже я 15 больше роков оформлюю медичное обладнание, и когда они привезли эти два контейнера, то у меня волосы дибом стали. Я не знал, как за это браться, как его оформлювать. Там и КГ-апараты, и дефибрилляторы, и анестезия-апараты. Ну, и разные-разные апараты привезли. Дуже много. И почти 90%, ну, 70% точно по лекарнях идти. Я не знал, как оформлювать, но такое чудо. Бог допомогла. С 1 марта, перегожу на иностранный язык, с 1 марта упростили на 50-60% оформление гуманитарной помощи, которая как медицина. Представляете, вот такой подарок для братьев был. Хорошо, я прошу еще, у кого есть приветы, передайте, пожалуйста, для церкви. От мамы. Из Харькова передают привет. С Богуслава передают привет. От Леси Григорьевны. Сердечный привет. Все, да? С Тарасовки привет передавали. С Ровенской области. Начинают просыпаться люди, кто приехал. Слава Богу. Я шучу, брат. Хай Бог благословит, простите. За вси приветы встаем. Дякую. И взаимно передать просим. Ширий християнский привет. От церкви Ковчег. Объяви. Присядьте на хвилинку еще, будь ласка. На хвилинку еще. На 17 минут.